Добрый день! Я приветствую всех любителей астрологии. И сегодня у нас новолуние в знаке Зодиака Скорпион будет 1 ноября 2024 года. Именно эта тема сегодня будет у нас звучать. И оно случится в 12 часов 48 минут по Гринвичу, или же в 15 часов и 48 минут по московскому времени. Здесь эта новолуния будет в 9 градусе и 35 минут. То есть в 10 градусе, если округлить этот градус. В астрологии считается, что этот знак Зодиака связан с финансами, с кризисами, а также с трансформацией. Поэтому мы можем ожидать, что новолуние откроет пути для преобразования всех этих перемен, как на внутреннем уровне, так и на внешнем. И важное значение эта новолуния будет иметь, в принципе, для всех практически знаков. И, конечно же, всё очень индивидуально. И эта точка новолуния, она может входить в резонанс с вашей личной картой. Всё нужно проверять, именно накладывать на вашу карту. Здесь трансформация – это ключевое слово. И здесь поиск ресурсов внутреннего и внешнего. И, конечно же, тема финансов, имущественные вопросы. А также тема сексуальных отношений, жажда власти и стремления к обновлению. Вот эти все ключевые тренды этого новолуния в Скорпионе. Дни в ауре этого новолуния, то есть дня три до и дня три после, считаются именно этими трансформационными моментами. В принципе, как и весь ноябрь, эти моменты могут вызвать необходимость пересмотра финансовой политики, финансовых отношений, вопросов общих средств и также может касаться вашего имущества. И может затронуть источников финансирования, проектов, распределения прибыли и всё, что связано с инвестиционными проектами. Здесь вопросы также могут касаться и безопасности. Энергии этого новолуния могут давать и кризисные ситуации. Они могут быть связаны с жизненно важными вопросами, с финансами и любая тема может выйти на поверхность. Это время определения того, насколько хорошо идут наши дела и принятие решения о том, как нужно действовать в дальнейшем с учётом изменившихся каких-либо обстоятельств. И в каких-то ситуациях нам нужно закрывать дверь в старую главу нашей жизни, прежде чем открывать дверь в новую нашу главу. Новолуния – это время обновления, это всегда поток новых энергий и также преобразование как на внутреннем, так и на внешнем уровне. Это некая точка завершения одного цикла и начала следующего. И всё это происходит в непрерывном потоке. Дни, когда можно отпустить отжившие, чтобы дать место новому. Время, когда судьба наводит порядок в наших кладовых, отжившие уходит и неиспользуемо забирается. Здесь очень велик соблазн устроить делёж каких-либо ресурсов или, например, начать жёстче контролировать своих партнёров. И также здесь вопрос материальной зависимости тоже может возникать в этот период времени. Не пытайтесь забрать чужое, не приживётся. Лучше медленно, но верно наживать своё. Можно ожидать также событий или инсайтов, которые ведут к каким-либо личностным трансформациям или же озарениям. В новолуние, в этот период в Скорпионе многим придётся посмотреть в глаза своим страхам, своей собственной тени. И увиденное вряд ли будет приятным, но зато весьма-весьма полезным. И отдельное внимание полезно будет уделить какой-либо личной своей стороне жизни. В эти дни финансы и секс могут быть связаны плотнее, чем обычно. В любви и отношениях влияние новолуния может проявиться во вспышках ревности и в стремлении получить власть над любимым человеком. Возможны попытки удерживать контроль над партнёром с помощью финансового господства. А также необходимо сбалансировать материальные интересы между развитием духовных качеств и материальным, поскольку материализм без внутренней духовности не принесёт никакой радости. Карта новолуния у нас довольно сложная, так как новолуния формируется на разрушительной оппозиции Марса и Плутона. А эти две планеты являются управителем этого знака Скорпион. Что это может означать? Эта оппозиция несёт потенциал непредсказуемых событий освобождения или потери и конфликтные ситуации. Это время избавления от того, что перестало соответствовать нашим ценностям, которое может изменить нашу точку зрения и повлияет на какие-то аспекты. Мы можем получить радикально новое понимание, и оно многое может изменить в нашей жизни. А позиция двух таких, можно сказать, сильных планет, ну и Плутон — это у нас гигант, достаточно воинственный может быть аспект. Здесь традиционное определение Марса и Плутона как неких вредителей вовсе не означает, что планеты не обладают каким-то конструктивным потенциалом. Напротив, базовые структуры нашей жизни, как и прогресс, немыслимые без активного участия этих планетарных принципов. Но в напряжении эти планеты могут создавать проблемные ситуации. И в напряжении эти планеты могут даже блокировать желания и возможности действовать так, как именно нам бы хотелось. И это всё связано с этим аспектом. И оно может приводить к раздражению, гневу, а значит и разного рода конфликта. Не исключено, что эта новолуния в Скорпионе может запустить какие-либо деструктивные процессы в наших каких-либо задачах и в окружении всех тех людей, которые нас окружают, особенно всех тех, кого может затронуть эта новолуния. Под влиянием данного аспекта внешние активности, деятельности, а также инициативы могут сопровождаться противостоянием. В это время события могут нести какой-либо взрывоопасный характер. И здесь кардинальным образом могут меняться наши планы. Это время некоторой нервозности, раздражительности, желания свободы любой ценой. Может возникнуть и непреодолимое желание сжечь за собой все мосты, раз и навсегда освободиться от всего того, что, возможно, вас сдерживало и ограничивало. Особенно это может касаться личных отношений, брачных, и также может касаться и делового партнерства. Если человек долго чувствовал себя подавленным, это может быть время бунта, когда он решит освободиться от каких-либо ограничений, невзирая на последствия. Поэтому в этот период чаще складываются какие-либо напряженные, конфликтные ситуации. Могут быть и разрывы, и пересмотр ранних договоренностей, и даже разводы. Возможно, противостояние с начальством, партнерами, ссоры с друзьями, а также, возможно, и с вашими близкими, те, кто вам именно дорог. Здесь важно ближе к новолунию понимать, что может нарастать конфликтность и напряжение, нервозность и какое-то напряженное состояние. Здесь может быть и жесткость ведения ваших дел, непримиримость. Хотя практически весь ноябрь может быть сложным периодом, не только в дни аури этого новолуния. Чрезмерная агрессивность и импульсивность будут лишать суждений оценки здравого смысла. И здесь лучший способ справиться с непростыми энергиями аспекта, сохранять выдержку и терпение, не пытаться преодолеть ситуацию каким-либо рывком. И самое главное помнить, если то, к чему вы так стремитесь, не сложится, несмотря на все усилия, может быть, это даже и будет к лучшему. Иногда стоит потерять малое, чтобы не лишиться большего. В эти дни возрастает вероятность травм, переломов, конфликтов, поэтому избегайте контакта с чрезмерно агрессивными настроенными людьми. Воздерживайтесь от поездок в потенциально опасные места. Исключите физические нагрузки и экстремальные виды отдыха и спорта. Возможны трудности в дороге, поэтому проявляйте аккуратность за рулем, повышайте свою осмотрительность. Здесь может быть и аварийность, и опасность травматизма. Будьте бдительны. Настройтесь на такую сосредоточенную и дисциплинированную, серьёзную работу над конкретным каким-то вашим проектом, над вашими целями. И это может направить энергию этого транзита в правильное русло. И новолуние – это всегда магическое время, когда заново рождается наша Луна, и закладывается новый цикл на следующий месяц. Очень важно встретить это новолуние гармонично и благоприятно. Ведь у каждого в натальной карте есть показатель этой нашей Луны, которая отвечает за какую-либо сферу жизни. Возможно, у кого-то она отвечает за дом, за семью или за детей, а у кого-то за деньги или путешествия, а также, может, и за внешность и наши черты характера. И от того, как мы проживаем этот период новолуния, это повлечёт, как лунные энергии включат все эти позиции. Если вы изучаете астрологию, то вы знаете, в каком доме у вас находится Луна. И, возможно, даже знаете, каким альмутоном дома она управляет. И на каждое новолуние составляйте планы и загадывайте желания именно по этой сфере. Тогда с каждым месяцем вы будете осознанно прорабатывать данную тематику именно в позитивном русле и наиболее благоприятном для вас сценарием. Это может вызвать для вас некоторую такую мистическую сторону новолуния, но, тем не менее, она очень может вам помогать в этот период новолуния.